Трагедия в торгово-развлекательном центре в Кемерово потрясла всю страну и необходимо сделать все, чтобы не допустить ее повторения. В детских садах Чебоксар идут массовые внеплановые тренировки по эвакуации. В первую очередь обращают внимание на пожарную сигнализацию и эвакуацию детей из помещений. На одном из учений побывала наша съемочная группа. За окном тишина и спокойствие светит солнце. В живом уголке детского сада девчонкам и мальчишкам читают книжку. И вдруг... По версии специалистов, очаг возгорания – спальная комната. Через несколько минут здесь уже будут настоящие подразделения борцов с огнем. Ну а самим обитателям детсада приходится срочно бросать все свои дела. Надо быстро одеться, построиться и организованно выйти на улицу. Детсадовцы знают, как действовать в чрезвычайной ситуации. Взрослые научили. Это и беседы с детьми, это выходы в пожарную часть на экскурсии, это игры, игры настольные, где действительно дети обыгрывают ситуацию, сюжетно-ролевые игры. Жизнь каждого ребенка в наших руках, нам доверяют ее родители. И наша первая обязанность – спасти каждого ребенка в случае пожара или какого-то чрезвычайной ситуации. И поэтому каждый ребенок, несмотря на то, что у них все-таки психологически тоже какой-то срыв происходит, как вы заметили, что были и слезы, и у кого-то вот прям, как, скажем, истерика какая-то начиналась, паника у детей. То есть, чтобы дети могли быть готовы к любому моменту. Действия персонала четко скоординированы. Главная роль отводится воспитателям. Они не должны допустить паники. Учебная тренировка максимально приближена к реальной. Когда все дети оказываются на улице, на место условного ЧП прибывают пожарные расчеты. Детей спасли примерно за 7 минут. Специалисты оценили подготовленность детского сада на хорошо. Пути эвакуации, средства пожаротушения и системы оповещения полностью готовы к экстренным ситуациям. По времени, ну, понятно, что сейчас зимний период, и детей, ну, как бы, рекомендовали одевать. В случае реального пожара, конечно же, вещи будут браться каждым ребенком и уже на улице одеваться. Поэтому время немножко здесь увеличено было. Эвакуация детей – это необходимо для того, чтобы каждый ребенок, каждый руководитель, каждый воспитатель и учитель умели действовать в случае нестажной ситуации. То есть до автоматизма должно быть все отработано. Детский сад «Теремок» посещают более 200 детей. Раз в три месяца здесь проводят тренировки по эвакуации, а для сотрудников устраивают инструктаж. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.